Привет, это фрилансер по жизни. Давайте разбираться, кто круче библиотека jQuery или чистый JavaScript. Выясним, стоит ли учить и использовать jQuery сегодня. Будет интересно. Поехали! Что такое JS вы наверняка знаете, но на всякий случай вот вам определение из Википедии. JavaScript это мультипарадигменный язык программирования, поддерживает объектно-ориентированный, императивный и функциональный стиль. Является реализацией спецификации ECMAScript. Фух, хотя бы за то, что я это выучил, стоит поставить лайк этому видео. Окей, но что же такое jQuery? jQuery или сокращенно jQuery это быстрая, относительно небольшая и богатая возможностями JavaScript библиотека. Позволяет очень быстро и кроссбраузерно взаимодействовать с HTML и CSS, выполнять Ajax-запросы и многое-многое другое. Добавлю еще часть определений из Википедии, которые мне очень нравятся. jQuery это набор функций JavaScript. Итак, что же мы выяснили из этих определений? jQuery это не отдельный язык программирования, это библиотека, а конкретнее это набор функций языка программирования JavaScript. И для того, чтобы понять, чем же так хороша эта библиотека, стоит вспомнить, как и почему она появилась. Произошло это в далеком 2006 году благодаря парню по имени Джон Резик. Основной целью создания jQuery Резик видел возможность закодировать многоразовые куски кода, которые позволят упростить JavaScript и использовать их так, чтобы не беспокоиться о кроссбраузерности. Кроссбраузерность, то есть правильная работа в большом количестве браузеров и их версий, и простота использования. Почему именно эти пункты фигурируют как одни из самых главных преимуществ JQ? Все дело в том, что в те времена JavaScript не обладал современным синтаксисами возможностями, в том числе и кроссбраузерностью. Из-за этого приходилось писать больше кода, так называемые полифилы, чтобы тот или иной функционал заработал, скажем, в Internet Explorer. Да и сами браузеры были далеки от совершенства, и каждый тянул одеяло на себя. Фактически, Resig написал JavaScript код с учетом поддержки максимального количества браузеров, упаковал это все в библиотеку и предложил разработчикам новый синтаксис, который был гораздо проще и понятнее, чем у JavaScript, и писать нужно было гораздо меньше. Давайте взглянем на разницу между JS и JQ на парочке примеров. Начнем с самого начала. Итак, для того, чтобы приступить к работе с использованием jQuery, необходимо сделать две вещи. Во-первых, подключить саму библиотеку, сделать это удобно в HTML, подключив либо заранее скачанный файл, то есть локально, либо подключить библиотеку сразу с сайта jQuery. В любом случае, нам еще необходим наш файлик со скриптами. И, собственно, вторым пунктом будет проверить готовность библиотеки. Для этого необходимо создать специальную функцию, и весь код следует писать внутри нее, для того, чтобы избежать ошибок. Что же касается JavaScript? Ну, для того, чтобы работать с JavaScript, нужно просто начать писать код. Движемся дальше. И для того, чтобы получить элемент, либо элементы на странице, нам следует сделать следующее. В jQuery использовать специальный синтексис, который начинается со знака доллар, далее в круглых скобках мы указываем обычный CSS-селектор, будь то селектор тега, ID, либо селектор класса, либо какой-нибудь еще. Важно, что мы в этих случаях получаем сразу коллекцию всех объектов с нужным селектором. Чтобы сделать то же самое в JavaScript, нам нужно использовать тот или иной метод. Для того, чтобы получить первый попавшийся объект на странице, мы пишем document.quallyselector, в круглых скобках указываем необходимый нам CSS-селектор. Для того, чтобы получить все объекты с нужным селектором, мы должны использовать quallyselector all. Работа с классами. И посмотрим на разницу в синтексисе на таких частых примерах, как добавить класс, убрать класс. Итак, в jQuery это делается следующим образом. Обращаемся ко всем объектам на странице. И далее с помощью специальных методов мы добавляем класс, убираем класс, либо добавляем, убираем класс. В JavaScript все немножечко не так. Для начала мы должны получить коллекцию всех объектов с помощью querySelectorAll. Потом построить цикл. И уже для каждого из объектов мы добавляем класс, убираем класс, либо добавляем, убираем класс. Обработчики событий. Итак, в jQuery мы пишем следующее. Обращаемся к коллекции объектов, пишем нужное нам событие и функцию. А внутри уже пишем реакцию на это событие. Что же у нас происходит в JavaScript? Опять получаем коллекцию всех объектов. Опять строим цикл. И для каждого объекта вешаем обработчик события. И уже внутри пишем реакцию на это событие. Или же используем делегирование. Вешаем событие на родителя. Потом отлавливаем класс с помощью closest. Но ранее closest не поддерживался всеми браузерами. Поэтому дописываем еще polyfill для closest. Движемся дальше. Adjax запросы. Итак, в jQuery для этого существует вот такой вот простой и понятный синтексис. В JavaScript опять же все немного по-другому. И для этого нужно довольно много писать. Но не все так страшно. Существует fetch, который слегка делает код понятней. Но не на много. Ну и мое любимое. Анимировано показать блоки. Итак, мы хотим добиться вот такого эффекта. Плавно показываем блоки и потом выполняем некий код. Как это делается в jQuery? Обращаемся к коллекции наших блоков. Пишем slide down. Пишем скорость. Функцию внутри которой выполняем нужный код. Как это делается с помощью JavaScript? Итак, мы получаем коллекцию наших объектов, задаем константу со скоростью и опять бегаем циклом по всем объектам и отправляем каждый из них в функцию отдельную. А вот функция эта выглядит примерно вот таким вот образом. Думаю, теперь вы понимаете, почему jQuery стала такой популярной в то время. Сообщество JQ невероятно разрасталось. Было написано 100 миллиардов плагинов и дополнений к этой библиотеке. Слайдеры, галереи, редакторы для админок, обработчики форм и многое-многое другое. В конце концов появились jQuery Mobile и jQuery UI. jQuery UI, то есть юзер интерфейс, это официальный плагин для jQuery, где собрано огромное количество готовых решений для работы с формами и не только. В 2008 году в официальном блоге jQuery сообщили, что такие компании как Microsoft и Nokia собираются сотрудничать с группой разработчиков. А именно, компания Microsoft надумала интегрировать в свой продукт ASP.NET листинги кода и примера jQuery. А компания Nokia собиралась интегрировать jQuery для своих мобильных виджетов. Популярность наборов готовых решений стремительно растет. Стали появляться и другие так называемые помощники разработчиков, которые также базировались на библиотеке jQuery. Самый известный из них это Bootstrap. Все эти инструменты существенно снижали порог входа в разработку. Соответственно, стали появляться специалисты, которые без особого знания HTML, CSS и JavaScript, прекрасно себе работали с использованием тех же Bootstrap и jQuery. То есть, вместо того, чтобы учить основные языки, люди сразу подсаживались на библиотеке. В итоге, для многих, JQ стала как бы отдельным языком программирования. Ее даже перестали ассоциировать с JavaScript. Забыли, на чем она написана. Ровно так же, как Bootstrap, например, ассоциировали с адаптивной версткой. Многие такие разработчики совсем не понимали, что под капотом у этих библиотек и как это все работает. А зачем разбираться? И так нормально же. На мой взгляд, это существенно понизило уровень самих разработчиков и породило уйму штампованных шаблонных решений. В то же время, JavaScript не стоял на месте и постоянно развивался. Выходили новые стандарты, JS получал все больше возможностей, требующих все меньшего количества кода. Также развивались и сами браузеры. Со временем, а особенно с гибелью Internet Explorer 11, вопрос кроссбраузерности фактически стал не актуален для JavaScript. Компилятор Babel и вовсе позволял использовать JS будущего уже сегодня. Начали появляться все больше и больше крутейших дополнений, написанных именно на чистом JavaScript. Требования к скорости загрузки сайтов росли. Да и сами задачи становились все сложнее и сложнее и требовали от разработчика не просто умелого жонглирования возможностями библиотеки, но и умение мыслить и решать нестандартные задачи. Наконец, некоторые другие разработки нередко конфликтовали с библиотекой jQuery. Совокупность всех этих факторов заставила разработчиков заново взглянуть на целесообразность использования jQuery вместо JavaScript. Давайте еще раз взглянем на код. Начнем с веса самой библиотеки. Итак, минифицированный файл полной версии библиотеки, это без учета jQuery UI, весит 87,4 килобайт. Урезанная версия Slim весит 76. Взглянем на очередное сравнение синтаксиса. И еще раз убедимся, что синтаксис jQuery намного понятнее и проще, чем синтаксис JavaScript. Но, что же кроется под капотом? А под капотом вот этот классный синтаксис фактически вызывает вот этот страшный, большой и непонятный JavaScript из подключенной библиотеки. То есть, чтобы выполнить этот кусочек кода, мы тянем за собой вот эти пусть 70 килобайт библиотеки. А чтобы выполнить этот код, мы ничего за собой не тянем. Плюс, современные браузеры уже не нуждаются в полифилах, например, для closest, и мы можем их не писать. И самое главное, работая с чистым JavaScript, мы видим пошагово, что конкретно происходит. Работая же с jQuery, мы видим только красивый синтаксис, без понимания, что творится под капотом. Таким образом, чистый язык более способствует развитию логического мышления, что крайне необходимо для программиста. В итоге, популярность библиотеки jQuery, да и прочих других помогаек, стала снижаться. Даже Bootstrap в своей пятой версии предательски отказался от использования jQuery. В то же время существует огромное количество реализованных проектов, где была использована эта библиотека. Так что ее все еще можно встретить в списке требований на ту или иную вакансию. Так стоит ли учить и использовать jQuery сегодня? С учетом всего вышесказанного, мое мнение следующее. Я не рекомендую изучать библиотеку до или вместо изучения самого языка. То есть, я рекомендую сперва изучить язык программирования JavaScript. По моему мнению, это заложит мощный фундамент и будет лучше способствовать развитию мышления программиста. А если вдруг по той или иной причине вам понадобится использовать библиотеку jQuery, да и любую другую библиотеку, либо фреймворк, вы легко сможете ознакомиться с синтаксисом и решать возникающие задачи. Чем лучше вы будете понимать, как все устроено под капотом, тем качественней будет результат. Своё мнение обязательно напишите в комментариях. Ну а я буду рад лайку и подписке на канал. Обучайся, развивайся и помни, живи, работай в свободное время. Субтитры сделал DimaTorzok